Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! В особенности приветствую зрительниц, которым слегка за 50. Да-да-да, сегодня очень красивая, интересная подборка, яркая, стрит-стайла элегантного возраста. Эти две героини не случайно в самом начале видео, потому что посмотрите, какой интересный все-таки контраст. Обычно я не сравниваю вне чью-то пользу. Я люблю все-таки акцентировать внимание на чем-то красивом, позитивном. Очень-очень-очень должно мне это нравиться. Но, тем не менее, это очень интересный способ понаблюдать за людьми, за женщинами в данном случае, которые одеты по-разному. Думаю, что и в этой группе женщина в пальто и в шляпе, ей слегка за 50, она обращает на себя большее внимание. Итак, сразу могу сказать, что в Италии не существует моды для тех, кто постарше, для тех, кто помоложе. Очки, пожалуйста, показываю вам не случайно, потому что на самом деле очки определенной формы очень молодят. Это, конечно же, очки, которые отсылают классики к авиатору, потому что эти очки ассоциируются с молодостью, со спортом. Также не случайно вам показываю, напоминаю, вдруг вы не смотрите мои остальные видео, что красная помада, красный лак очень любимы итальянками в элегантном возрасте и очень любимы лично мной. Что ж, давайте начнем с обуви. На обувь также нет никаких запретов и никаких ограничений относительно возраста. Обувь у итальянок слегка за 50 всегда яркая, всегда красивая, всегда обращает на себя внимание. Вообще, я часто говорю, что женщины элегантного возраста, как правило, здесь в Италии, выглядят более красиво, более ухоженно, потому что они выбирают очень часто более смелые компоновки. И могу сказать, что, опять же, ключ к пониманию того, как хорошо выглядеть, на мой взгляд, как хорошо выглядеть в возрасте слегка за 50, заключается в том числе и в понимании того, что нам нужно стремиться к спортивным силуэтам, либо внедрять какие-то спортивные элементы, как, опять же, спортивная обувь, либо а-ля спортивная обувь, ну, либо верхняя одежда. Хотя классика, это тоже всегда очень и очень красиво. Но на самом деле именно что-то более молодежное, более спортивное отсылает смотрящего на нас, как раз-таки к мыслям о молодости, прежде всего нашей. Сейчас я чуть ближе покажу витрину, вот она, на которую смотрели эти две сеньоры. В итоге, как вы видите, они зашли внутрь и померили. Эта сеньора тоже возраста слегка 50, опять же, итальянок отличает как раз-таки тот факт, что со спины, на самом деле, очень часто очень сложно дать возраст той или иной итальянке. И хотела обратить ваше внимание, а это одна из моих любимых героинь возрастного, так называемого, стрит-стайла. Я хотела обратить ваше внимание, что предыдущая героиня была в ботфортах. Ботфорты – это тоже обувь, которая носится итальянками любого возраста. Хотя почему-то в России считается, что это вроде как и вульгарно, и уж тем более не положено возрасту элегантному. Хочу сказать, что итальянки в этом сезоне уж точно любят розовый цвет, при этом вот такой розовый ББ, розовый припыленный. Поэтому, если у вас есть, имейте в виду, что розовый у лица очень и очень освежает нам лицо. Доставайте все розовое, что у вас имеется, даже если шарф, даже если палантин, либо шелковый платок, все будет актуально. Хочу показать вам эту молодую героиню, но посмотрите, другая героиня, она гораздо старше, а по сути одежда та же самая и силуэт тот же самый. Поэтому, опять же, подчеркиваю, что если вам нравится хорошо, красиво, классно, стильно одеваться, вы себе нравитесь в какой-то одежде, носите ее, потому что во всем цивилизованном мире, где принято одеваться, есть некая свобода, которая никак не ограничивается возрастом, она ограничивается нашим с вами удобством. Очень часто итальянки в возрасте не носят каблук, либо наоборот носят, вот сейчас мы видим такой пример, просто потому что устаешь на каблуке, и, соответственно, болит спина, болят ноги. Итальянки выбирают, допустим, обувь вот такую, очень-очень явную, на низком каблуке, либо а-ля спортивную. По поводу цветов, чуть дальше я покажу вам, что итальянки очень любят яркие цвета, но это образ того и пример того образа и компоновки, ансамбля, когда можно очень спокойные монохромные композиции составлять. Посмотрите, это хорошо смотрится на любом возрасте, но в особенности, я тоже обращала на это внимание, в элегантном возрасте. Если выбираете спокойный ансамбль, монохромный ансамбль, обязательно учтите, что с бледными аксессуарами, тон в тон, а этот ансамбль будет смотреться очень блекло и неинтересно. Выбирайте прямо-таки черные аксессуары к белому пальто, черная обувь, черная сумка. Это будет смотреться как никогда здорово. Брюки любого фасона и любой длины. Выбирайте то, что вам нравится. Носите то, в чем вам более комфортно. Шарф, палантин, либо шейный платок. Это очень и очень любимый аксессуар итальянками, и в особенности итальянками в возрасте элегантном. Поэтому тоже имейте в виду, что это отличный способ, очень легкий способ поставить яркий цветовой акцент, который всегда будет выигрышно подчеркивать весь ансамбль. По поводу сумок отдельно хочу сказать, но также и обуви. Яркая, да, если нравится, почему бы нет. Итальянки совершенно не ориентируются на то, что определенный цвет для определенного возраста, и, соответственно, определенные фасоны тоже для определенного возраста. Если фигура позволяет, то почему бы нет. Это прекрасный пример спортивных брюк и невысокого каблука. Такая подборка будет у меня на стритстайле. Я также хочу сказать, что итальянки очень хорошо миксуют спортивные вещи и классику. Обратите на это внимание. Думаю, что ни для кого не секрет сейчас, что это подборка длинноволосых красавиц, которым слегка за 50. Я очень люблю длинные волосы на женщинах любого возраста, но считаю, что в особенности похвально сохранить, иметь красивые волосы средней длины хотя бы, когда нам слегка за 50. У меня лично такая цель. Я считаю, что как раз-таки итальянок в основном украшает не столько их манера одеваться, сколько и в прическе. Посмотрите, все, кого я показала, это всегда женщины с уложенными волосами. Что я имею в виду? Это брашинг как минимум, но и завивка как максимум. Если у вас есть плойка, у меня на канале, ну и у любого блогера вы найдете туториал объяснения, как сделать пляжные волны. Вертикальная завивка при помощи самого обычного утяжка, который сейчас, к счастью, можно найти недорого, либо он у вас уже имеется, либо позаимствуйте его у подруги, у дочери, у сестры. Имейте в виду, что вы сделаете вот такую укладку, как я вам показываю, легкие волны, легко и быстро, за 5-7 минут на волосах средней длины, тонких волосах, славянских волосах. Это возможно сделать. Да, волосы портятся от такой укладки, но все равно вы можете их обновлять, иметь вот примерно такую длину, длину шикарного коре, как я говорю. И при этом, да, поступиться своей длиной, которую вы не сможете отрастить, делая часто горячую укладку, но при этом иметь всегда очень и очень красивую прическу. Я считаю, что в элегантном возрасте именно волосы, именно волосы нас молодят. При этом, повторюсь, лично мне нравятся удлиненные прически, но когда я говорю о прическе, я имею в виду прежде всего наличие этой прически, не столько наличие длины. Также хочу обратить ваше внимание, что итальянки очень любят шляпы, и в особенности часто их носит и использует. Кстати, посмотрите, какая интересная компоновка, спортивная обувь, спортивные носки, шляпа, пуховик. На самом деле, это компоновки, которые очень легко повторить. Нужно просто иметь вот эту смелость внутри, которая позволит вам выглядеть так же, как выглядят итальянки. В общем-то, это женщины, которые ничем не отличаются от нас. Они отличаются, скорее всего, просто внутренней свободой. Так вот, итальянки очень любят шляпы, носят их с пуховиками, носят их с пальто, носят их с укороченной верхней одеждой. И имейте в виду, что шляпа, это не столько красиво, сколько удобно, позволяет нам действительно хорошо выглядеть в холодную погоду, что очень сложно сделать. Посмотрите, какая интересная компоновка, пуховик, юбка и шляпа. Очень красивый силуэт. И хочу сказать, что шляпы очень удобно защищают нас от яркого солнца. Я всегда вспоминаю сахалин, белый снег, солнце, которое как раз-таки зимой светит, а не летом, яркое солнце. Так вот, в шляпе очень удобно ходить, если вы живете в регионе, где, возможно, не так тепло, но при этом очень яркое солнце. И хочу обратить внимание на этой подборке как раз-таки сутулость, которая портит, которая выдает наш возраст. Имейте в виду, что расправив плечи, подняв голову, мы будем выглядеть все в любом возрасте лучше, ну а в определенном возрасте мы будем выглядеть моложе. Прекрасные, прекрасные представительницы прекрасного пола. Посмотрите, как смелые, классно одеты. Безусловно, им большие комплименты за то, что сохранили фигуру. Не все в 25 имеют такую фигуру. Но опять же, удлиненные волосы. А это очень интересные примеры подборка того, когда ты вообще не можешь понять и определить, сколько же лет этим женщинам. Только когда они подойдут ближе, я смогу с уверенностью сказать, что они меня старше. Прекрасно одеты, фэшн-смелость присутствует. Желаю на самом деле всем своим зрителям, неважно в каком возрасте, в каком весе вы находитесь, разрешить себе эту фэшн-смелость, разрешить себе здесь и сейчас выглядеть хорошо. То, что можно улучшить, безусловно, стоит улучшать. Но в целом, очень часто проблема того, как мы одеваемся, того, как мы выглядим, как раз таки в том, что определенным способом мы себе выглядеть не позволяем. Мы думаем, что кому-то можно, итальянкам можно. У них солнце над головой, у них другая страна, другие рынки, а вот нам нельзя. Но если мы снимем эти внутренние запреты, я думаю, что в любом возрасте женщина может, не могу сказать должна, но может действительно выглядеть прекрасно. Желаю всем своим зрительницам хорошего настроения, фэшн-смелости, конечно же, в любом возрасте. Увидимся с вами очень-очень скоро на стрит-стайле, на подборках, на вообще разговорных видео. Не забывайте, что одеваться так, как тебе хочется, так, как тебе нравится. Это тоже признак стиля, это тоже признак молодого возраста. Всем пока-пока, всем хорошего настроения!